Здарова! Эээ, Трибуарно! На одном из моих последних стримов мой подписчик Инферно через донатик, за что ему огромное спасибо. Попросил меня посмотреть ролик с канала Иван Конструктор, который называется ACP3760. Я видел эти бездушные глаза, чёрные, как две пуговицы. Глаза. Нифига себе название, конечно, у ACP. Давайте ролик посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Это звук. Страшный. Я видел эти бездушные глаза. Чёрные, как две пуговицы. Глаза. Глаза во рту, что ли? Объект ACP3760. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. Что такое глобальная циркуляция? Что такое глобальная циркуляция? Глаза. Глаза. СКО доступны к просмотру только сотрудникам с пятым уровнем допуска. Я пока ничего не понимаю вообще. Описание. ACP3760 — это аномальный мутагенный феномен, при котором поражается восстановление человеческих тканей при получении травм. Люди, находящиеся в непосредственной близости от субъекта, поражённого SCP-3760, постоянно подвергаются риску боезаражёнными. Тем не менее, SCP-3760, судя по всему, не является микробным по своей природе. В связи с условиями содержания, механизм распространения SCP-3760 до сих пор не установлен достоверно. На травмированных тканях развиваются различные виды анатомических особенностей, характерных представителям надотряда акулы. Такие особенности зачастую включают в себя, но не ограничиваются ими. Плакоидную чешую, доброкачественные хрящевые опухоли, глаза с мигательными перепонками, слёзы на нос... Не понял, подожди, глаза появляются прямо на руке, например, где-то на ране, да? ...зубы или челюсти. Органы чувств, отращиваемые поражёнными субъектами, по-видимому, являются функционирующими и должным образом реагируют на раздражители, но сами субъекты этого не чувствуют. Другие органы, включая нижнюю челюсть, способные к жеванию, демонстрируют похожую независимую функциональность. Нередки случаи непроизвольного члена вредительства посредством укусов. Любое вещество поглощён... Типа, короче говоря, у чувака появляется, например, на руках какая-то челюсть, и она сама жуёт, но чувак, на котором появилась эта челюсть, ничего не чувствует, да? ...отростками ротовых полостей, вызванными SCP-3760, исчезнет, несмотря на отсутствие наблюдаемой связи с желудочно-кишечным трактом субъекта. Вышеупомянутые отверстия будут неизменно искать съедобное вещество для поглощения. Такое поведение обостряется при наличии... А как они будут искать? Они же на руке. Типа, рука будет двигаться или как, что? Вот, типа, рука лежит, она как бы принадлежит этому чуваку, на руке появился какой-нибудь этот рот, и как рот-то будет что-то искать? В некоторых случаях перерастает в акт автоканнибализма. В случае неспособности к поглощению съедобного вещества через регулярные промежутки времени, это приведёт к некрозу поражённых тканей, которые, в свою очередь, требуют удаления, что в результате приводит к появлению... Да мне кажется, и так надо это удалить. ...новых дополнительных наростов, вызванных SCP-3760, а также отверстий. Это какая-то жёсткая штука. Точную эпидемиологическую статистику распространения SCP-3760 на данный момент невозможно установить. Согласно подсчётам исследователей фонда, уровень заражения SCP-3760 составляет в пределах от 71 до 92% мирового населения. Чего? ...составляет в пределах подсчётам исследователей фонда Уровень заражения SCP-3760 составляет в пределах от 71 до 92% мирового населения. Какого фига? Это типа все заражены этой штукой? Почему тогда у всех нету этого? СМКО способен подавлять симптомы у большинства заражённых субъектов. За промежуток с 1958 по 2016 года было задокументировано всего лишь 2785 случаев проявления SCP-3760. А почему так? Ниже приведён ряд записей. И вот чё это типа, чё ему даёт то, что он заражается ней? Найденных в журнале доктора Кита Вудварда, корабельного врача, работающего на борту эсминца Кирби. Его пациенты, как предполагается, стали первыми жертвами SCP-3760. Так. Бог знает, что летописец из меня никудышный. Но я чувствую, что это очень важно. Мои инстинкты подсказывают мне, что что-то не так. Я должен всё это записать. Что-то не так. У чувака появился рот на руке. Что-то не так, наверное. Ну, явно что-то не происходит, да? Пока не забыл. Никто не знает, как Уиллис Рикс очутился в море, не говоря уж о самом Риксе. Несколько мужчин видели, как он уходил в подпалубные помещения в 15-21. А в 15-22 нам поступило сообщение о человеке за бортом. Это был Рикс. Никто не видел, как это произошло. Когда они затащили его на борт, он сказал, что последнее, что он помнит, это завтрак. Также он потерял нехилый кусок своей левой ступни. Меня само собой попросили его осмотреть. Я зашил его ногу, наложил о ком... Так ты же капитан Никол. ...мочитую гипсовую повязку, после чего попытался разузнать, почему он ничего не может вспомнить. Сотрясение мозга. Это очень странно. Типа, почему ты не можешь вспомнить? Я откуда-то знаю, я же не помню. Подумал я. Но, помимо выпавшего из памяти участка времени, с ним все было в порядке. Я прописал... Так, Нагита, нет... Павлина. ...и когда он ушел, я обратился к начальству. Подожди, как он ушел? Ты же сказал, что у него полноценоги не было. Единственным моим объяснением этой ситуации было то, что он где-то раздобыл выпивку и упал за борт, но он не выглядел нетрезвым. Это был странный случай. Пару дней об этом ходили пересуды, но я особо не задумывался над этим. Всякое бывает. Видал я вещи и похуже. Но такие странности продолжали случаться то тут, то там. Я узнавал о большинстве из них спустя некоторое время. Это был не тот тип мужчин, которые обращаются к доктору по пустякам. Худший случай, с которым мне приходилось сталкиваться после происшествия с Риксом, был в синяку у одного безрассудного юнца. Спустя неделю после того, как Риксу погрызли ногу, он пришел в мою каюту, заикаясь. Он сказал, что не может уснуть последние две ночи из-за шума. Я сказал, что на таком корабле пора бы ему уже привыкнуть к шуму по ночам. На что он ответил, что спать ему мешал не шум, а то, откуда он раздавался. Он вот... Из руки? ...друзил ногу мне на стол и попросил послушать его гипсовую повязку. Я дал ему таблеток и вышвырнул с каюты. Ты что издеваешь? Ну послушал бы, чувак тебя попросил. Ну вот и начали проявляться симптомы сотрясения, подумал я. А затем, буквально прошлой ночью, ко мне в каюту затащили Рикса. Он орал, как резанный. Тем, кто его затащил, пришлось его держать, пока я снимал ему гипсовую повязку. Я ожидал увидеть гангрену. За двадцать лет мне пришлось повидать разные случаи и почувствовать разные запахи. В этой профессии надо учиться быть готовым к худшему. Но запах миазмов изнутри того гипса был самым отвратительным из всех, которых мне приходилось чувствовать в своей жизни. Наподобие того, если бы кто-то насрал вдухлую рыбу и оставил ее под жарким летним солнцем на неделю. Я не могу представить такое, но это, думаю, будет отвратительно. Плоть вокруг его ноги было всех оттенков черного, зеленого и бордового цветов. Капец. На месте швов, которые я наложил, появились острые зубовидные выступы, пронзающие кожу. Капец. Они прогрызли швы в нескольких местах, оставляя открытые раны, в которых были ряда меньших и более острых зубов. А, там даже не один ряд зубов у него. Я сказал Риксу, что в его ногу проникла инфекция, поэтому мы... Инфекция с зубами, ты че, как курил? Мне пришлось отрезать ее по колено. С тех пор я не могу уснуть. Это плохо влияет на мою работу, мой рассудок и даже на мое зрение. У меня появилось какое-то черное пятно, которое я вижу краем глаза. Оно то уходит, то приходит. Наверное, мне следует прекратить писать и пойти спать. Так. Сегодня ко мне опять привели мальчишку с синяком. Его правое веко распухло так, что глаз не открывался. Из него струилась кровь, как из протекающего крана. Мне пришлось отгибать веко щипцами. И, как оказалось, открываться не только отек. Это были опять эти маленькие зубы. Они вросли в заднюю часть века и немного в сам глаз. Капец. Он сразу же начал шутить о повязке на глаз. Шути, чувак, тебе глаз нахуй покусили. Кстати говоря, мое зрение ухудшилось. То темное пятно сдвинулось над центр глаза и никуда не двигается. Даже когда я закрываю глаза, на этом участке не появляются фосфены. Возможно ли, что тот запах обжег мою роговицу? Один из тех, кто помогал затаскивать роговицу. Ронни Гейнс, по-моему, сказал, что с той ночью у него не перестает болеть голова. Я даже не удивлюсь, если эта хрень, которую Рикс подцепил, окажется, черт возьми, токсичной. Сегодня у меня было еще три пациента, но на этот раз без зубов. У одного была сыпь, и он сказал, что она беззубно чешется. Поначалу это выглядело как угревая сыпь, и там действительно было немного угревой сыпи, только с волдырями, расположенными маленькими рядами, мягкими на ощупь. Я помазал их мазью. У одного была опухоль на большом пальце ноги, большой кусок чего-то торчащего в левой части окончания ногтя. Выглядело словно корыл, разве что он был полупрозрачным и слегка оттянущимся. Я срезал его. У одного болело ухо. Я посмотрел вовнутрь и увидел, как что-то смотрит на меня. Капец. Глаз с зубами. Я сказал ему, что это его воображение разыгралось. Ага. Ха-ха-ха. Ты это же сам видел. Тут темное пятно до сих пор увеличивается. Капец. Теперь это даже не пятно. Его форма меняется. Жаль, что у нас нет окулиста. Хм. Я обратился к начальству. Они подумали, что я спятил, но я не мог молчать об этом, и поэтому... А начальство где находилось? На этом же корабле или где-то на суше? Они меня заперли. Но из-за... Значит, на суше. Ой, на корабле. Какого фига? Они что, этого не видели? Что у них происходит? Из-за того, что нога Рикса перегрызла глотку одному парню, меня выпустили. Ага. Но из-за того, что нога Рикса перегрызла глотку одному парню, меня выпустили. Капец. У меня под носом есть тарелка с кусочками мяса на ней. Каждые несколько минут я подношу кусочек к моему левому безымянному пальцу. Ноготь выдвигается, а из него зубы, которые скалятся на мясо. Я запихиваю кусок туда и возвращаюсь к присмотру за больными. Вот так и живем. Какая дичь. Начальство попросило меня подбодрить всех тем, что мы отправляемся домой. Они не хотят, чтобы кто-нибудь еще прыгал в океан. Мы не можем рисковать распространением болезни, сказали они. Так как вы отправляетесь домой, блин? Вы как раз таки ее распространите. Я выполнил приказ. Но также я отметил то, что если кто-то почувствует, что хочет спрыгнуть, то пускай сначала зайдет ко мне. Угу. Ронни Гейнс умер сегодня утром. На то место, где должно быть его лицо, теперь дыра полная зубов. Последние дни он жаловался на Микрене. Я догадывался, что у него в голове что-то творится. Я просто не думал, что оно окажется кусачим. Настолько все страшно. Самое интересное в этом то, что зубы до сих пор клацают. Думаю, что это имеет смысл. Рикс же не умер, когда его нога умерла. Так почему нога должна умереть, если умрет Рикс? Рикс умер. Капец. Мне больше нечего писать. Я ничего не могу понять. Я не могу это вылечить. Я уже описал это. Не вижу. Ты не можешь это вылечить? Конечно, ты не можешь. Ты не знаешь, что это произойдет. Записи. У меня есть рты, которые нужно покормить. Капец. Теперь все ясно. Я не могу достаточно отчетливо его рассмотреть. Хотя кроме него больше ничего не вижу. Невзирая на то, что это все, что мне удалось выяснить. Оно выглядит как человек. Оно не увеличивалось. Оно плыло на меня. Охренеть. Блин, это капец как атмосферно. Нет сигнала. Понравился. А. Привет. Спасибо за просмотр. Офигенный ролик, блин. Если тебе понравилось это видео. Цены этим кратичные. Пойду. Блин, видос классно получился. Прям очень тоже атмосферно. Спасибо большое Ивану Конструктору за него. Спасибо большое моему подписчику за то, что попросил меня его посмотреть. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok